Приветствую вас еще раз Ирина, и сегодня мне бы хотелось, во-первых, сказать вам о том, что на этот раз я приготовил для вас несколько другое видео, несколько другой формат. Он будет отличаться кардинал от того, что был раньше. Вы, пожалуйста, сравните и скажите, понравился ли вам данный способ записи или нет. Если понравился, то тогда будем, соответственно, работать именно так, если нет, то, значит, тогда будем работать дальше. Дело в том, что я попытался исправить такую ошибку, когда несколько раз он ее тоже приходил записывать, это не очень здорово. И, в общем, оцените, пожалуйста, буду вам благодарны. Итак, мы сейчас пойдем с вами с того момента, с которого закончилось наше предыдущее видео, точнее, по привычке сказал видео, на самом деле, наше предыдущее аудиозапись. Значит, я остановился на вопросе, когда вы касались интимной жизни. То есть, вот вы спрашиваете, а как, где, в каком месте проявлять свою любовь к нему? Ведь любовь недостаточная, но есть. Можно ли сохранять интимные отношения с мужем во время таких жизненных ситуаций? Разъезды и выстраивание новых взаимоотношений. Вы знаете, ответ на этот вопрос достаточно сложный, потому что мне бы не хотелось, во-первых, как-то вам здесь навредить. А в вопросах секса навредить всегда очень легко. Поэтому я постараюсь максимально деликатно, максимально полно ответить на него, чтобы вы уяснили для себя суть того, что я вам хочу сказать. Во-первых, исходить нужно из того, как мужчина относится, собственно говоря, к сексу. То есть, что он для него значил. Бывает так, что человек, мужчина, если видит, что женщина готова заниматься с ним сексом, то он считает, что она все равно с ним, что она просто морочит ему голову, что секс – это близость. Что эта близость означает, что женщина по-прежнему продолжит у мужчины, что она по-прежнему стремится к нему, что она по-прежнему хочет с ним быть и так далее. То есть, очень важно для начала сначала определить отношение, восприятие секса мужчины, вот как он к нему, вообще говоря, относится. Как относится мужчина к вашим проявлениям любви? Потому что мы уже говорили в предыдущем аудио, что, вообще говоря, проявлять верхнюю обходительность, доброту, какое-то понимание, поддержку можно. Но поскольку раздельное проживание означает, что у вас есть проблемы, повести себя так, как будто все хорошо, явно не стоит. Потому что это будет встелять мужчину иллюзию относительно того, что вообще происходит сейчас в его жизни и в вашей жизни. Это будет мешать, мешать ему и, наверное, мешать вам. Потому что вы тоже будете чувствовать, что у вас, вроде бы, все хорошо внешне. То есть, это не самая лучшая стратегия проявлять любовь, когда вы находитесь, собственно говоря, в пороте, когда вы находитесь на отдельном. Но можно здесь сделать следующий фильм. Вы общаетесь с мужчиной открыто, там, говорите ему ласковые слова, когда это удобно, уместно, в разговоре, в диалоге можете, там, обязательно посвалите его, назвать каким-нибудь ласковым словом. И это, в принципе, будет хорошо. Это, в принципе, будет очень правильно и, в общем-то, не будет для мужчины означать, что вы как-то, ну, принижаете осознание того, что вот сейчас между вами происходит. Вместе с этим мужчина будет видеть, что вы по-прежнему не с нему неравнодушны, что вы по-прежнему хотите быть с ним и, в общем-то, испытываете ему только лишь позитив. Вот это будет правильно. Это будет верно. То есть, говоря о энзиме, нужно сказать, что энзим есть поступок, свой поступок вы уже совершили, то есть вы либо живете вместе, вот, то есть живете раздельно, либо собираетесь это сделать. И, вот, в корне, по своему смыслу, по своему направлению, то, что вы сделали, является ничем иным, как, ну, обозначением своей позиции. То есть, что вы хотите обособиться от него, что вы хотите, как бы, показать ему, что вы самостоятельны, что вы, там, ну, не собираетесь, да, ему подчиняться. И секс в этом контексте будет противоречить, он будет противоречить тем ценам, которые вы сами себе поставили. То есть, мужчина, видя, что вы согласны на энзимную близость, будет чувствовать, что все равно вас контролирует, хотя бы так. И, с учетом вот этих факторов, а также тех, что вы, ну, изложили ранее, когда описывали своего второго мужа, как он стремился вас подчинять и так далее, думаю, имеет смысл на интимные проявления пока что наложить за бред, пока не пели с вашей стороны. Почему? Потому что, помните, я говорил, отвечая на вопрос вашего о том, как влиять на мужчину, а я говорил, что вы докажете ему, что вот то, что он от вас получал ранее, он получать не будет. И вот это негативное последствие того, в принципе, что он сам сделал, может помочь ему осознать свои ошибки. И отсутствие интимной жизни – это то же самое, это вот то самое влияние, которое вы можете на него оказать. То есть, мужчина, не получая удовлетворения, оказывается перед двумя вариантами решения этой проблемы. Первая проблема, первый вариант, прошу прощения, идти на уступку на, то есть, ну, просто вот, влезать с вами, принимать условия ваши и, собственно говоря, как бы, приняв вашу позицию, да, вновь получать то, что он хочет, то, что ему нужно и так далее. И второй вариант – это получение легкого секса у, соответственно, других женщин. И какой вариант мужчина выберет, это и будет означать, по сути, его отношение к вам. Будет, если приближаться с вами и стремиться именно с вами возобновить удовлетворение своих потребностей, значит, действительно человек вам дрожит. Будет, собственно говоря, на стороне искать удовлетворение своих потребностей, но означает, что он вами не дорожит и на условиях вашей соглашаться не будет. Все, по сути, обращает без перспективных дальнейших отношений. То есть, понимаете, раздельное проживание и неудовлетворение потребностей, потребностей главных, потребностей силок. Это, по сути, проверка. Проверка отношений ваших, проверка их истинности. И, собственно говоря, срыв по крову. То есть, если раньше мужчина был с вами, проявлял вам пременность, нестинность, ласку когда-то, то это было связано с тем, что вы отмечали его требованиями и не мирились. Сейчас вы этого не делаете, и мужчина покажет свое истинное лицо. И какое оно будет истинным, это истинным лицом? Каким оно будет, это истинное лицо? Вот неизвестно, потому что тут многое зависит от самого мужчины. И предсказывать мы здесь все же не будем, потому что это было бы не правило. Но в зависимости от того, каким это лицо будет, вы уже и будете выстраивать свою линию поведения. А именно, вот если мужчина, скажем, будет настроен по отношению к вам, то есть, вы будете видеть, что он старается принять вашу позицию, как-то сблизиться с вами и так далее, то, естественно, вы можете позволить себе слабость и вступить в нем интимную связь, просто потому что вы видите, что человек так старается. Человек старается, да, приступать через себя, ломать свои какие-то взгляды, чтобы быть с вами. И его усилия, они достойны того, чтобы, в общем-то, быть вознаграждены. Тут очень важно дать человеку поощрение его действий, его поступка. Это очень важно. И вот в этом случае вы можете проявить интимную активность. Это будет довольно уместно и правильно. Если человек не будет ничего делать, если вы будете видеть, что он не старается, то, соответственно, не имеет смысла и проявлять интимную активность, потому что это ни к чему хорошему не приведет. Наоборот, убедить его лишь только в том, что он справ, а мы нет. То есть, в данном случае интимная активность не что иное, как ваша слабость. Но, можно и нужно еще исходить из ваших собственных желаний. То есть, вам может самой хотеться секса, в этом нет ничего необычного. И тогда уже вы решаете для себя, как это подать. То есть, вы, допустим, не хотите изменять своего мужа, но и ограничивать себя вы тоже не хотите. И вот это противоречие, этот парадокс, вы разрешаете определенным способом подачи мужчине своего желания. То есть, вы говорите ему, вот я хочу секса, но я не хочу тебе изменять, потому что, как бы, ты мне еще дорог, я тебя люблю. Поэтому, давай, вот, я, мы с тобой, как бы, переспим, но это чисто вот удовлетворение моих, причем, отредностей и не более того. Если ты согласен на это, то давай это сделать. Если нет, то пока-пока, до свидания. То тогда я ничего не гарантирую тебе, например, в плане верности, потому что мои потребности, они и есть, и я не собираюсь их как-то ограничивать. То есть, вы можете вот таким образом, например, поставить вопрос. И, то есть, чтобы все было максимально, предельно ясно. Для мужчины. Чтобы мужчина понимал, как обстоят дела, и правильно воспринимал ваше стремление к коллективной близости. И тут, на самом деле, обычно это для женщин, вот, такое применяется. Но, в данном случае, с мужчиной, это тоже очень важно, потому что не нужно оставлять каких-то недоговоренностей, двусмысленностей и так далее. Это только лишь, на самом деле, помешает вам добиваться своей цели и достигать ее. Но и полностью отмазиваться от этого не стоит, так как интимная сфера – это очень важная часть человеческой жизни. Надеюсь, я вам понятно объяснил этот момент, и можно перейти к следующему вопросу, который вы задаете мне. Скажите, а может мужчина одновременно любить и относиться ко мне так, как мой второй муж? Есть ли метод любви в таком отношении? Может мужчина одновременно любить и относиться к вам так, как второй муж? Ну, вообще говоря, вы знаете, любить же наш человек каждый по-своему. И если мужчина любит вас, то есть он хочет делать вас счастливой, он хочет вас защищать, оберегать, давить вам радости, тепло, ласку, заботу свою, но при этом не хочет, чтобы вы ничего не делали самостоятельно, чтобы вы просто были, да, дома, постоянно, ни с кем не виделись, ото всех были защищены и прочее, вот в этом случае, конечно же, ну, как бы, мужчина может и любить, и в то же время относиться так же, как по-своему. Почему? Ну, потому что любовь это одно, а вот отношение такое, это как бы защита, это защита мужчины от проигрыша, от того, чтобы бы на вас не положил этот взгляд другой мужчина и не увел бы вас у первого. То есть любовь не исключает такую форму свою, которая бы влияла негативно на вас, потому что, ну, вот у каждого человека любовь, она проявляется по-своему, по-разному. И если кто-то может любить, давая человеку свободу, понимая, что вот именно лишь в свободе, лишь в непринужденности, лишь в возможности выбора есть настоящая любовь, то другие люди этого могут не делать. Просто потому что они недостаточно уверены в себе, недостаточно мудры, а самое главное, недостаточно развитые. То есть, как правило, это люди, которые ограничивают свободу, это достаточно такие крепкие, зрелые социальные индивиды, но к личностному родству они не имеют особого отношения. Почему? Потому что если человек сам развивается как личность, то есть он стремится к свободе, то, причем, к свободе внутренней, духовной, к свободе выбора, к свободе поведения, к свободе реализации и прочее, то он и других людей воспринимает так же. А ваш мужчина этого не делает, по крайней мере, второй мужчина. И это не делает самому мужчину-то плохим. Это не делает вообще ни с кого плохим. Потому что вполне можно просить человека, будучи социальным индивидом. И просить ее хорошо. Другое дело, чтобы найти такого партнера в отношениях, который бы соответствовал той социальной роли, которую играет человек. И все. И больше, как бы, ничего в данном случае не нужно. Так, живут очень много семей, и, я думаю, будут жить дальше. Потому что, ну, несказуемый человеку вообще личностный рост интересен, несказуемый человеку личностный рост труден, и несказуемый может его, как бы, ну, его начать и придерживать. Потому что, ну, что говорить, мы тяготеем к какому-то регламенту своей жизни, к программе своего развития, своего существования. А любая программа – это противоречие именно личностному росту. Потому что личностный рост – это развитие, а развитие всегда стандартное. То есть, оно не подчинено какой-то программе. И вот, поэтому мало людей достаточно это понимают. И в этом контексте можно говорить о том, что можно любить, и одновременно относиться так и так к второму мужчину. Совершенно спокойно. Такая любовь у человека. Например, если меня воспитывали, скажем, мусульманской, патриархатской семье, то, соответственно, я считаю, что мужчина – это глава семьи, а женщина полностью ему подчинена. И я, допустим, могу любить свою женщину, но при этом не давать им никакой свободы. Просто потому, что это не позволяет мои моральные и духовные ценности. Поэтому я действительно ее люблю, люблю искренне, но в силу моего воспитания, моих установок, я не позволяю ей добыть ничего лишнего и всячески ее контролировать. Одно к другому здесь, к сожалению, не мешает. И уже человек сам определяет для себя, а подходит ему такая форма любви или нет. Потому что тот, кто любит, любить так, как хочет тот, кого он любит, не может. Ну, никак не может. При всем желании не может. И поэтому только уже вам решат, согласны вы на такую форму любви или нет. Думаю, на этот вопрос ответ я балл. Давайте попробуем ответить на второе. А отношения с директором мне вообще непонятные. Пишите вы, мы переписываемся, что будет дальше, что с этим делать. Он вообще не любит свою жену. Мы спрашиваете, может, пора выйти из переписки. Я не верю в грузь мужчины и женщины. А что скажете вы? Ну, давайте попробуем по существу. Вы переписываетесь. Значит, что будет дальше? Дальше пока ничего не будет, потому что вы переписываетесь. Переписываетесь уже довольно долго. Процесс общения достаточно устоялся. И нет никаких припосылок к тому, что он будет как-то изменен. Я думаю, что вы как переписывались, так и будете переписывать. Потому что мужчина, по крайней мере, до тех пор, пока он находится в местах лишения свободы, он не будет ни на какой контакт, ни на какое сближение с вами идти. Это совершенно нормальная позиция ответственного здравого мужчины. И я думаю, что до тех пор, пока его не освободят, ну, собственно говоря, у вас не будет никакого прогресса и развития отношений. Что может быть дальше? Дальше может быть, значит, следующее. Дальше может быть попытка сближения с его стороны или, по-прежнему, такая вот духовная близость, которая у вас с ним появилась еще какое-то время назад. Что касается, значит, его жены, то здесь, значит, ситуация складывается таким образом. Человек, оказавшись в тяжелой жизненной ситуации, скорее всего, понял, осознал, кто для него есть кто. То есть, он, видимо, посчитал, что жена недостаточно сильно его поддерживает. Может быть, она вообще его не поддерживает. Может быть, она даже от него опреклась, считая, что он ее опозорил как-то и еще. И человек просто обращивал себя преданным. И в этой ситуации, когда мужчина ощутил себя брошенным самым близким человеком, то есть, женой, он естественным образом обратил больше внимания на вас и считает вас человеком надежным. И, естественно, у него есть к вам симпатия, естественно, у него есть к вам какое-то влечение, я думаю. Это еще и благодарность, это еще и уважение, это еще и первичное отношение к вам. И вот это все вместе, оно может стать чем-то большим, если вы сами позволите себе, сами позволите себе от мужчины это принять. А если вы будете держаться до своего второго мужа, то, естественно, ничего не получится, потому что вы слишком оба сильные горные люди, чтобы, наверное, опускаться до каких-то любовных отношений. И директор это хорошо очень понимает, он не будет, я думаю, вступать с вами в такие вот полуофициальные отношения, он либо поставит вас переслаком, то есть выведет на разговор, где спросит, как вы к нему относитесь, есть ли у него надежда и так далее, и либо, собственно говоря, вообще ничего не будет предпринимать, кроме того, что уже и есть. То есть тут на самом деле многое зависит от того, как вы настроены к нему. То есть понятно, что вы в нем нуждаетесь, понятно, что он дарит вам то отношение, которое вы хотите, может быть это станет залогом новых отношений, может быть нет. Тут все зависит от вас и от того, как вы будете воспринимать у второго мужа. Насколько сильно вы будете верить в то, что между вами и вторым мужем возможно улучшение отношений. Судя по тому, что говорите вы, вы считаете, что улучшение отношений вполне себе нормального. Любовь жены, еще хотел бы сказать, что любит или не любит, это его личное дело. Любовь сможет пройти, а если жена действительно не сладко им плохо, в ситуации, в которой человек оказался, то, соответственно, любить ее не нужно. И прежде чем задавать наоборот о том, как он относится к своей жене, спросите, и его, может быть, не сейчас, а когда он выйдет, или может быть как-то еще, так, ненавидчиво, а как она вообще переживала в то время, когда он, собственно говоря, находился в СИЗО. Как она себя вела, поддерживала ли она его и так далее. Может быть, она вела себя совершенно неприемлемым опытом, и вы тогда бы пришли к пониманию, что любить этого человека не зашло, что она не ценит этого мужчину, и так далее. То есть, вам самой нужно вот сейчас определиться, вот вы с нужным отношением отрицать готово или нет. Если нет, то с директором общаться просто по-другому, как вот вы общаетесь сейчас, и не более того. С его стороны пресекать всякие попытки сближения, дабы человек не надеялся лишний раз, находясь сейчас в не очень легкой жизненной ситуации, ну и чтобы саму себя обезопасить от личных переживаний. Это, я думаю, является наиболее разумным. Если с вашим здоровьем вы сомневаетесь на улучшение отношений, то здесь можно и с директором попытаться сблизиться. Но, опять-таки, сперва прошибав почву в плане его отношений с женой. Дабы исключить вероятность того, что он хочет просто вами попользоваться, каким бы хорошим и вежливым обходительным, ответственным он не был, все равно такой вариант есть, просто потому, что мужчины в этом плане достаточно похожи, и всегда есть вероятность того, что человек может к вам относиться именно так. Ну и страсть, то есть добросовестное заблуждение тоже никто не отменял. Он может думать, что действительно у него повлечение, но это действительно симпатия, симпатия, какие-то чувства, но потом, если вы крестите, допустим, если вы сблизите, то выяснится, что чего особенного между вами нет. И это негативно скажется на ваших отношениях, потому, что определенный барьер будет перейти он, так как раньше общаться вы не сможете, а так как общаются влюбленные, близкие люди, вы тоже не будете так общаться. И из-за этого получится, вы можете потерять этого человека вообще. Поэтому для начала стоит определиться с вашим отношением к мужу, и сделать все возможное, если вы считаете сам. Потом уже обращать внимание на директора и прежде чем вступать с ним в близкие отношения, если вы хотите этого, конечно, то обязательно прошу быть позже, посмотреть, как он относится к своей жене, какие у него отношения с ней, я думаю, он не будет скрывать от вас этого. И далее лучше понять, как он относится к вам, именно вот как мужчина к женщине. Да, про личность мы говорили, точнее, вы написали все очень подробно, а вот про, собственно, отношения между мужчиной и женщиной здесь все не так очевидно. И это нужно для себя хотя бы уяснить в общем представление представлений, чтобы понимать, на что вы вообще соглашаетесь. следующий вопрос, который вы задаете, это то, что вы не верите в друг женщины и мужчины. Вы знаете, вот что я вам хочу сказать. Вы, наверное, не один раз слышали такую фразу, такое выражение, что женщины существа очень практичны. Они не будут тратить свое время на то, что не отмечает их интересным. Эта практичность, она проявляется в дружбе между женщиной и женщиной. И тем это касается в большей степени предательства, между чем об этом говорить не будем, но тем не менее, женщина за очень редким исключением общается с другой женщиной, поскольку это соответственно ее интерес. Да, женщины находят друг с другом общий язык, да, они лучше взаимодействуют может быть, чем мужчины, но это связано в основном с предубеждениями, а если предубеждения убрать, то получится, что мужчина обладает теми качествами, которые лучше подходят для друга. Это преданность, может быть, некая жертвенность именно в друге в том ключе. Это солидарность, это поддержка, то есть то, что женщина другая, женщина-друг, может или дать, или не дать, или дать в той мере, какой выгодно, интересно, приемлемо для нее, а не для того, кому нуждается помощь. Поэтому, исходя из этих особенностей, говоря здесь кратко, нужно сказать, что дружба между мужчиной и женщиной с точки зрения самой дружбы возможно в большей степени, чем дружба между женщиной и женщиной, несмотря на то, что внешне все-таки женщина-женщина дружит лучше. Но не даром говорят, что мужская дружба это прямо имя собственное мужская дружба. Мужская дружба самая крепкая, самая долговечная и самая крепкая. А вот женская дружба что-то такое вот как-то женская дружба такого не происходит. Бывает, но гораздо резко. Именно в силу особенностей женщин. Поэтому конечно верить в дружбу между мужчиной и женщиной или не верить решать вам, но лично мое мнение, я уже его назвал, наиболее вероятное все-таки именно дружба между мужчиной и женщиной просто в силу того, мужчина будет эту самую дружбу поддерживать и дразнить. А вот женщина этого делать не будет. По крайней мере, если это особенно вредит ее интересам. Дальше вы спрашиваете как привести внимание сына с компьютера на другое. Он много времени проводит за компьютером. Ну вообще-то говоря, компьютер это очень сложное устройство. Я думаю вы об этом знаете. И если говорить о компьютере, то нужно определить, что ваш сын там в нем делает. А если играет, а он скорее всего играет, то нужно собственно говоря понять, а в какие игры он играет. Вот серьезно, какие игры ваш сын наиболее любит. Если это стрелялка, то соответственно человеку не хватает адреналина, какого-то экстремального времяпровождения может быть какие-то смонтарные действия и так далее. Тут имеет смысл записать его на тот же пейнтбол, на что-нибудь командное, где нужно проявлять реакции, где действуют такие же примерно законы, как выиграл. Если человеку нравится спорт, то соответственно здесь речь идет о спорте, и если этот спорт, которым он увлекается в виртуальном мире, соответствует тому вид спорта, которым человек занимается в реальном мире, то в этом ничего плохого нет. Для большего спортивного воспитания ему это необходимо. А вот если вид спорта другой, то нужно подумать, а не хочет ли человек допустим заниматься каким-то другим видом спорта, не тем, которым он занимается, и почему он не занимается им в реальной жизни. Может быть считает себя недостойным, считает себя недостаточно хорошим, и так далее. Этот момент необходимо с вашим сыном проработать и опять-таки постараться направить его в нужное русло, показать ему, что эмоции, которые получает он в реале, гораздо более яркие, чем аналогичные получаемые в виртуальном мире. Следующий аспект, если это игры ролевые, есть такое понятие в игровой индустрии как RPG, то есть Role Play Game. Ролевые игры это когда человек выбирает себе определенную роль, и эту роль осуществливает в команде с другими людьми. Здесь можно говорить о социальной дезадаптации, и необходимо тогда уже работать именно в этом направлении. Вероятно, всего, помогая вашему сыну оказаться в том обществе, в котором ему, собственно говоря, хочется быть, но в котором у него не получается наладить диалог, наладить контакт. И здесь только через общение, через поддержку того, что он делает, через диалог, потому что, например, дети, особенно дети уже возродцы, они знают, что родители негативно относятся к тому, когда они, скажем, играют в видеоигры, и если вы не будете негативно воспринимать данное его времяпровождение, а пытаетесь наоборот как бы сам поучаствовать в нем, то вы звоните у сына доверие к себе, и он вам расскажет почему собственно он играет в определенные игры, если именно много времени проводит. Понятие много, тоже довольно относительно. Например, часа, два, может быть, два с половиной, три, это на самом деле немного, потому что современные игры именно столько времени и отнимают. Это не когда-то бывшие дэндиевские, сеговские, воскобитные, 16-битные игры, где на прохождение постполностью всей игры требовалась собственно играть 6-а-2. Тут все игры очень большие и в них к сожалению невозможно играть именно вот меньше определенного времени. Но если вы считаете что все так много, то вот именно в таком направлении нужно двигаться. Говоря в общем хочется сказать следующее, что через игры, через игру, через виртуальный мир, человек получает те впечатления и осуществляет те желания, которые не может реализовать в реальном мире. Необходимо корень этих желаний понять и обрисовать препятствия к этому в реальном мире. И вот препятствия поможут человеку преодолеть. Основная проблема, основная специфика препятствий в том, что существует какое-то обстоятельство. Ну, обычное жизненное обстоятельство, которое требует усилий, но которое неправильно интерпретируется на человеком. И в силу того, что это обстоятельство неправильно интерпретируется человеком. Личность мало того, что делает неверный вывод относительно какого-либо обстоятельства, она еще и не может стесняться, боится кому-то об этом рассказать. Потому что тогда получится, что она как бы признается своей слабостью. Для мужчины признаться в собственной складочке это неприемлемо. И вот это особенность, которая есть у вашего сына. То есть не нужно считать, что он вам расскажет, что ему плохо, что он испытывает неудивлетворенность какую-то и прочее. Необходимо самостоятельно понимать в чем у него проблемы и ненавязчиво предлагать решение проблем, как бы подсталкиваясь его к этому. Ну например, вот сейчас человек играет в роли в игре, ему не хватает социального общения. Такой вопрос, почему не общается с другими людьми? Он говорит, ну допустим потому что общаться не или неинтересные люди. Хорошо, а где эти интересные люди? Он говорит, не знаю. Понятно, что в этом случае интересные люди там, где лежат интересы вашего сына. То есть интересы именно как хобби, как увлечение, как какие-то творческие может быть задавки. И вот в этом направлении вашему сыну нужно развиваться, чтобы собственно говоря, именно там и встречать людей, которые будут единомышленниками, которые разделят его взгляды и которые будут откликнуться на его активность. Для этого необходимо безусловно поддержка, для этого необходимо собственно вообще-то знать, в чем нужна сына, чего он хочет и так далее. То есть игры это суррогат. Игры в большом количестве это суррогат, игры в малом количестве это развлечение и нужно понять, что мало и много для каждого человека свое. Когда мы говорим, что сын много времени проводит за компьютером, это ваше восприятие времени, но не его. А много времени проводит за компьютером подобная формулировка уместна тогда, когда человек играет в ущерб себе, ущерб своему общению, ущерб социальным связям и так далее. Если это так, нужно вам ему помочь. Если это не так, если все успевает, то лучше не вмешиваться, потому что можете сделать только хуже. Надеюсь, что на ваш вопрос я ответил наиболее полно, если дополнительно что-то хотите спросить по этой теме, потому что тема неоднозначная, многогранная и условная, то пожалуйста спрашивайте, я радостью вам отвечу. Следующий вопрос, как помочь сыну определиться в профессии, в этом году он заканчивается девятый класс и пока не определился куда ему. Вообще-то говоря, это проблема современного общества, что жака обязательно нужно куда-то определить. И очень много сейчас профессий, очень много сейчас различных сфер, куда можно себя вложить и начать реализовывать. Вот это многообразие возможностей, большое количество возможностей создает переизбыток этих возможностей. И человек благодаря этому переиспытку считает, что он может пойти куда угодно, но все получится. И поэтому не особо для него это важно. Потому что важность всегда определяется дефицитом. А поскольку это не дефицит, а если я правильно помню это слово, это из экономики профицит. А поскольку профицит имеется возможности, человеку это не важно. Как помочь? Вообще говоря, первое, с чего нужно начать, это склад ума вашего сына. Какой он? Гуманитарный, математический, что лучше получается у вашего сына. Ну и собственно по оценкам его в школе вам это будет понятно. Что у него получается? Грубо говоря, я гуманитарий и я точной науки не люблю. Просто потому что я никогда не любил цифры. А следы и выборы моей профессии. Первое образование и второе. Собственно с этого стоит начать. Ну а дальше вашему сыну необходимо спросить себя что танцов игра хочет. Что вообще ему нравится. Что у него лучше всего получается. Что бы ему хотелось. И вот знаете я например хочу стать гонщиком. Допустим это просто кажется пример. Но гонщиком я не стану. Я помогаю добрызким людям. И какой я могу найти вариант для решения своей проблем. Я могу устроиться психологом в команду гонщиков. Чтобы одновременно заниматься тем чем что у меня получается. Что я могу делать. И вместе с тем идейно быть ближе к тому что чисто соответствует моим желаниям. Моим абстрактным предпочтениям и идеалам. Вот примерно так и нужно определять вашему сыну то что он будет делать. То есть найти баланс между тем что у него реально получается между тем к чему у него есть способность и тем что ему хочется. Поиск этого баланса достаточно сложный процесс и обязательно это нужно обсуждать. И лучше будет конечно если он это обсуждал здесь никакого давления на человека никакого гонения никакого подталкивания к чему это он лучше всего решит это сам но пусть он обсуждает а вы старайтесь задавать ему такие вот наводящие вопросы суть которых я надеюсь привел которые одновременно дадут ему понять что вы прислушаетесь к нему что вы не слушаете себя а вы прислушиваетесь к нему и хотите узнать именно то что он говорит что он чувствует что он хочет то есть вы заинфекционы в том чтобы раскрыть его не в том чтобы навязать свою позицию а в том чтобы раскрыть его это поможет вашему сыну во-первых расслабиться во-вторых как бы наиболее свободно наиболее непринужденно выбрать собственно говоря то что он хочет и то что у него получается и где-то на стыке этого и начать действовать уже в профессиональной сфере то есть допустим ну вот просто к примеру человек хочет воевать да хочет быть военным но при этом у него лучше всего получается лечить людей и какой до него выход единственно военный врач с одной стороны близко к военным а с другой стороны есть чем быть полезным другим людям ну и наверное отдельно отдельно хочется сказать о том что не менее важно какие у сына вообще говорят ценности какие у него идеалы ведь бывает так что человек своим жизненным идеалом ставит свой собственный успех свою карьеру а бывает что наоборот семью шерсть людей вокруг него и вот с этим должен определиться что ваш сын считает для себя идеалом и в какую сторону он хотел бы стремиться и вот уже исходя из этих всех моментов и можно делать вывод о том куда ему лучше вкладывать свои ресурсы дабы не переучиваться по нескольку раз следующий вопрос который вы задаете стоит ли скрывать браки ради детей и ответ на этот вопрос как ни странно будет довольно относачный нет не стоит потому что подавляющее большинство родителей оправдываются детьми чтобы сохранить свой брак как источник стабильности комфорта и привычности а в итоге нормальные отношения между родителями не получается потому что понятно да если разговор заходит о разводе то какие нормальные отношения и когда люди ради чьи борта но не ради друг друга все таки терпят общество каждого из них ну ничего хорошего от этого не получается в итоге постоянное напряжение постоянные какие-то может быть по мелочам но терки и все это к сожалению негативно влияет на детей они чувствуют что все не так гладко не чувствуют спокойствие не чувствуют уют комфорт и в результате то что изначально хотелось бы для детей а пораживается для них же собственно говоря ущерб да есть некоторые люди некоторые родители которые действительно способны ради детей установить между собой дружеские отношения такие дружеские теплые и все но простите даже тогда возникает вопрос если брак сохраняет ради детей только это означает что ни мужчина ни женщина друг друга уже не люди это значит что они хотят быть с кем-то другим или есть такая возможность быть с кем-то другим и если кто-то из них встретит другого на своем пути ну имеется ввиду другого спутника жизни да то естественно у него с ним появятся отношения и тогда волей-неволей придется все равно брак разрушать потому что получится человек уже как бы на два фронта работает придется делать выбор и этот выбор поскольку у вас какая-то договоренность была у вас там какие-то установки были да все равно будет и он будет тяжелым и еще более тяжелым для вас потому что договорились брат сохранить а что значит брак сохранить это значит добровольно лишить себя личного счастья если мама не любит папу но мама хочет быть любимой женщиной то она хочет быть любимой женщиной с кем-то еще и она такого человека рано или порно встретит и естественно она уже не может быть с папой ну никак и если она такого человека не встретит и будет себя держивать не будет реализовываться как женщина естественно она не будет счастливой а для того чтобы детям было хорошо чтобы они росли спокойными полноценными личностями нужно чтобы мама и родители были счастливы а если дети видят что родители несчастливы они начинают думать что это из-за них это несчастье и тогда все получается точно наоборот вы хотели ради детей сохранить брак чтобы детям было хорошо а в итоге вы по сути внушили детям пусть и не специально что из-за них вы страдаете вряд ли это пойдет на пользу вам и вряд ли это пойдет на пользу детям а по другому быть к сожалению не может надеюсь что на данный вопрос я также вам ответил опять-таки если какие-то заполнительные вопросы у вас появятся или уточнения пожалуйста задавайте не смейте что может быть даже не нужно за это обязательно платить потому что ну бывают вопросы действительно такие большие серьезные а бывают вопросы такие чисто вот ну на уточнение чего-то и было бы очень обидно если вы не не просили что-то такое мелкое только потому что может быть посчитали это недостойное внимания или может быть подумали что сумма которая ну которая полагается за этот вопрос слишком маленькой и как бы переводить ее довольно-таки неуважительно ко мне пожалуйста ни о чем таком не думайте а после каждого видео всегда или аудио не важно всегда могут раздаться какие-то мелкие вопросы пожалуйста задавайте их если они есть и в этом нет ничего страшного еще раз повторю платить за них не обязательно следующий вопрос который вы задаете он является последним но он достаточно сложный вы пишете что значит я сказал что следующий мужчина который у вас будет это лидер сквозившийся устоями ответственности и так далее эти слова раз а 선택lingen почему считаете что у меня может быть другой мужчины почему именно лидер а то я достойный лидер ну отвечаю на вопросы по порядку первый вопрос почему вы считаете что у меня может быть другой мужчина ответ на этот вопрос достаточно простой потому что вы уже живете раздельно сейчас может не собираетесь это делать это играет не в пользу ваших отношений с ним. Потому что вы видите, что мужчина пытается вас ограничить, а вы хотите быть свободны. Потому что лично я сомневаюсь, что ваш муж изменит свою позицию по восприятию вас в качестве равноправного, серьезного, достойного на личное развитие и личные границы человека. Потому что практика показывает, что такие люди, как ваш второй муж, меняются очень редко. И если они меняются, то это для них очень сильный удар по самооценке, по гордости, по убеждениям, по внутренним установкам. Потому что, ну, представьте себе, я, допустим, 40 лет живу с той уверенностью, что женщина должна подчиняться мужчине. Да? Вот женщина должна подчиняться мужчине. 40 лет я живу в этой установке. Меня так воспитывали, меня так, как бы, ну, меня так вырастили, и я вообще дальше не думал, что можно жить так и по-другому. То есть, конечно, я знал, что люди живут по-другому, но это в другом месте, это не со мной, и там, вообще говоря, глупые люди живут. И вдруг, моя женщина, которую я очень люблю, заявляют мне о том, что она больше не хочет мне подчиняться. Что либо она живет свободно и делает, что хочет, либо она от меня уходит. Я, естественно, сразу на веру ее слова не воспринимаю. Думаю, ну, мало ли там, лично каприз какой, бывает. Вот она уходит от меня, и я понимаю, что она уже не вернется, потому что уже романы у нее, ну, как, романы, не романы, а уже и там встреча с другими мужчинами, вообще говоря, я ее не вижу. Вот. И мне становится страшно, я ее люблю, я хочу быть с ней. И я понимаю, что я должен менять свою позицию. И тут я с ужасом прихожу к выводу, а вдруг действительно я живу неправильно. Вдруг действительно человек не должен подчиняться мне. Но по-другому-то жить я не умею. По-другому-то жить меня никто не учил, а мне уже 40 лет, чтобы менять свою позицию с обычальным учиться. В этом возрасте учиться очень тяжело. Я эти 40 лет взял просто для, как сказать, усиления примеров. Да? И я как бы соглашаюсь с вами. Я говорю, хорошо, ты возвращайся, будешь делать все хочешь. Но сам я впадаю в депрессию, потому что я не умею жить по-другому. У меня нету готовых средств для того, чтобы осуществлять полноценную деятельность. А новые средства осваивать. Слишком для меня трудоемко. Потому что за 40 лет, повторю, это не тот возраст, когда человек безболезненно переживает подобного рода потрясение. И именно поэтому, именно потому что вашего мужчина, скорее всего, сыграет защитную реакцию на сохранение собственных устоев. И ему проще найти другую женщину, которая будет отвечать ему взглядом более полностью, чем вы. Именно поэтому я думаю, что у вас будет другой мужчина. Просто потому что знаю, что вы-то, вы-то, с своей стороны, тоже не уступите ему. Вы-то, с своей стороны, тоже не придадите свои интересы. И, именно из этих соображений у вас может быть другой мужчина. Когда вы, и когда, и если вы разочаруетесь в своем втором муже. Следующий вопрос. Почему именно ли? Ну, потому что я думаю, что слабым мужчиной вы, опять-таки, не будете в силу своих ценностей. То есть вы вот сейчас, например, приходите к такому выводу, что мужчине нужно больше свободеновать, что вы женщина, что он не делает это вести себя как мужчина, решает дела и так далее. Но, вместе с тем, вы довольно-таки осознанный человек, чтобы понимать и чтобы позволять себя использовать и подчинять. Отношения за вторым мужем, опять-таки, это наглядно показывают. И, исходя из этого, можно сделать вывод, что вы не будете слабым человеком, потому что вы не хотите, опять, быть мужчиной в таких отношениях. Но и безответственный лидер, тиран, хрустливый человек, слабый человек, вам тоже не подходят, потому что и первого, и второго мужа вам, я думаю, хватило с лихвой. Именно опираясь на эти соображения, я высказал мысль о том, что ваш следующий мужчина будет именно осознающим себя сильным лидером, который понимает, что лидерство и истинное лидерство. Тогда, когда ты даешь человеку рядом с тобой развиваться самостоятельно, а ты помогаешь ему в этом, поддерживаешь и направляешь, не боясь, что человек тебя перерастет. Именно отсутствие страха от чего-либо, именно наличие храбрости и понимания другого человека, дело отличает лидера от тех тиранов. Лидер всегда стремится обеспечить достойное существование тем, что находится в его подчинении, а тиран стремится полностью дискредитировать и подчинить, и уничтожить людей, по крайней мере, в сфере их самостоятельности, из-за того, чтобы они не представляли для него угрозы. И, опять-таки, именно поэтому я и высказываю мысль, что следующий мужчина будет у вас лидером. Ну вот, как, например, директор. Только вы, пожалуйста, поймите правильно, это не рекомендация к действию, это просто мое видение, мое видение ситуации. Почему я, довольно-таки, мне кажется, подробно обосновал. Опять-таки, если есть какой-то вопрос, задавайте, спрашивайте, без проблем отвечу. Следующий вопрос. Разве вы достойный лидер? Спрашиваете вы. Ну, вообще говоря, спереди всем отвечать на вопрос, а точнее, я на него отвечать не буду, даже потому что это равносильно совету, а советов я не даю. Я лишь только задам вопрос вам и чуть-чуть порассуждаю. Вот вы. Красивая, умная, образованная, осознающая себя женщина, умеющая любить, заботиться, несущая в себе огромную внутреннюю силу, огромный опыт и являясь человеком глубинным духовно, глубоким духовно, стремячаса к тампу, чтобы развивать свою женственность. То есть вы женщина, которая работает на повышение, на развитие, приумножение своей женственности. Вы четко знаете, чего вы хотите и к чему стремитесь. У вас четкая система материальных ценностей. У вас, значит, довольно-таки правильный подход к тому, как, вообще говоря, происходит отношение в семье. И достойны ли вы лидеры в данном случае? Достойны ли вы лидеры? Я думаю, что более чем. Потому что, ну, видите ли, как, я вам рассказал, что я думаю не случайно. Дело в том, дело в том, что, видите ли, человеческое восприятие, оно довольно-таки субъективно все же. Даже если я являюсь специалистом в своей области, все равно мое восприятие является субъективным. И оно, это восприятие, может быть ошибочным. И именно потому, что мое восприятие может быть ошибочным, я допускаю тот факт, что у вас есть свое мнение на этот счет. Мнение о том, что вас ждет дальше, кого вы достойны и так далее. Но, со стороны, то, что вижу я, то, что пишете вы, все это свидетельствует о том, что вы действительно достойны того человека, о котором я говорю. А как уже оно в реале обстоит, проканив только вы. И вот на самом деле, на все вопросы я ответил сейчас. Только на один вопрос забыл ответить. и как-то вот он у меня вышел из поля внимания. Значит, это что касается материальных вещей, вот вы пишете, что понимаете, понимаете, что материальные ценности не важны, не важны. Вы пишете, что, значит, факт того, что вы уходите там в другое пространство, что вы поддерживаете директор в профессиональных вопросах, когда он сел в тюрьму. Вы пишете, что вы спали в тяжелую депрессию. После глубины работы мы с тобой сделали серьезный шаг в сторону, написали ему, помогает ли у вас в семье. Наверное, это все же отношение, прежде всего, к мужчине, вы пишете, но сами еще не определили. А сейчас то время, когда вы пересматриваете область материальных ценностей, пишете вы, и раньше для меня это много началось, а сейчас нет. Тем не менее, вы пишете, что не знаете, и поправьте меня, если вы ошибаетесь. Значит, что я могу сказать вот по этому поводу, это то, что видите ли. Вот долгое время вспомните, поспомните, пожалуйста, тот пример, когда я говорил о том, почему ваш мужчина не изменит своей позиции, по моему мнению. И чем это грозит. Так вот, вы точно так же очень долго жили по одной системе ценностей. И вы сейчас понимаете, вы понимаете, что это не совсем правильно было. Это не совсем то, на чем стоит заострять внимание. Но, тем не менее, долгие годы вы решили именно эти. И вот так сразу взять и отречься от материального у вас не получится. кроме того, совершенно отрекаться от него не надо, нельзя. Просто для себя нужно определить некую норму, минимум материального обеспечения, ниже которого вы не, ну, вы считаете опускаться не на я. и самое главное, вот эту норму, этот минимум обеспечить себе самостоятельно по возможности. Так, чтобы материально от мужчины не зависит. Чтобы не было ничего такого, что именно создавало бы материальную зависимость у вас от человека. Хочет он о вас заботиться, что-то вам покупать, что-то для вас сделать, как-то еще пожалуйста. Это правильно, это его выбор, это естественное и нормальное стремление, но это уже не обязательно для вас. И именно так это необходимо преподносить мужчинам. То есть, что вы хотите, вам нравится то, что мужчин для вас сделать, вы считаете, что это очень хороший показатель отношения человека к вам, но вот внимание и как бы акцент вы делаете все-таки больше на духовном плане. И это довольно серьезное противоречие. Дело в том, что вы много чего делаете, действительно не связанного с материальным достатком, но при этом вы это делаете, может быть, и скорее всего потому, что вы считаете это правильным. Вы считаете, как бы осознаете, что это правильно, а чувство вам может говорить другое. Представьте раздается конфликт. То есть, с одной стороны, вам кажется, что вам нужно вообще отказаться от всего материального. Отчетов верных нет, как так, нельзя. Вы же были достаточно бедной ситуацией и плачевном материальном положении вы не хотите этого повторения. Соответственно, какая-то защита в материальном плане все-таки нужна. Но какая? Чтобы эта защита не была чем-то доминирующим ваше верение. Это было необходимым средством для просто нормального жизненного процесса. То есть, материальное, все материальное используется как средство. Средство для того, чтобы вы могли идти к своим целям и осуществлять свои желания. Не больше и не меньше. Вот именно так нужно относиться к тому, что касается материальных средств. И да, вы не совсем объективны. Да, вы сейчас пересматриваете фактор материального обеспечения в отношениях, понимая, что это не главное. Но тем не менее совсем отказываться от него не стоит. Совсем снижать роль его точно не нужно. Это плохо. Это басфетер сделает вас беззащитной. И необходимо всегда иметь то, на что вы можете опереться в случае чего. То есть в случае каких-то моментов. При этом не быть зависимым. Потому что вероятно почему человек вообще придает значение определенным ценностям. Почему? Потому что во-первых когда-то они были для него дефицитными. Это первое и самое главное условие для того чтобы человек стремился к ним. Даже после того определенная норма определенный уровень достигается. когда-то был дефицит а сейчас даже несмотря на профицит все равно есть страх что ситуация повторится. Так вот именно этот момент момент дефицита больше всего нас пугает. Чтобы он не пугал нужно чувствовать себя независимым. Независимость достигается тогда когда у вас есть свой собственный источник дохода. Когда вы знаете что не пропадете и не окажетесь на улице или в плачевном состоянии в любом случае. При любом раскладе. И вот именно это именно так позиционировать себя правильно. все остальное это как бы сказать перевес перекос в ту или иную сторону. Когда человек стремится к роспише бесконтрольно это плохо. Когда человек собственно говоря отдает все свои средства другим людям это тоже плохо. На примере допустим вашего отца мы могли в этом уже убедиться. То есть двигаться вам нужно именно вот в таком направлении. Сперва создаем собственную базу обеспечения минимума которые вам необходимы для нормальной жизни. Все все вот самое необходимое и еще чуть-чуть чтобы был элемент роскоши. Это все-таки тоже нужно но об этом нельзя забывать и возможности стремиться стремиться и вот когда у вас будет свой собственный источник дохода когда вы не будете чувствовать себя независимым вот тогда можно говорить о том что материальный вакет не лазит просто потому что у вас уже все есть и вот так постепенно вы будете относиться к материальному спокойно потому что у вас будет это материальное иметь знаете в заключении хочется сказать так Абрахам Маслоу гуманистический психолог американский говорил так не одним хлебом сыты будете если конечно накормлены его сразу стоит понимать таким образом что одними деньгами человек не будет счастлив но только в том случае если у него есть определенный недостаток а сразу Маслоу следует понимать как инструкция к мере к соблюдению меры в том что касается обеспечения чтобы не брать не стремиться к чему-то большему что вам нужно чтобы не было излишка роскоши а чтобы при этом все было красиво стильно так как вы хотели бы и сюда следует помнить что лучше это враг хорошего если у вас уже что-то есть и это работает хорошо то не стоит тратить ресурсы на улучшение этого просто ради того чтобы повысить именно качество вот это является излишним но это безусловно не инструкция к действию это просто рекомендации а вы уже сами я надеюсь решите как вам поступать на этом все на все вопросы вам был дан ответ как я уже говорил если что-то дополнительное будет пишите надеюсь вам помог еще повторю это экспериментальная работа в новой форме будет пожалуйста посмотрите оцените как это воспринимается буду вам рад за обратную связь ибо вы первый человек который можно встретить знакомиться с этим новым форматом спасибо вам за то что обратились ко мне до связи до новых сообщений удачи вам удачи вам удачи вам